Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин, сегодня тема лекции в уроке следующая Ломящая боль в коленных суставах Это неприятное состояние, которое парализует иногда человека Либо ставит его в дурное положение, из которого ему очень трудно войти Либо сразу формирует в человеке беспомощность, болезненность Даже, скажем, человек некоторые опускают руки И, конечно же, любому человеку хочется быть здоровым, но не хочется болеть Итак, давайте мы с вами выясним, что может провоцировать Ломящую боль в коленном суставе Это, прежде всего, травмы спорта, травмы молодости Это частые падения человека Это состоявшийся бурсит Кому непонятно данное название, пожалуйста, анатомию Вам в помощь, уважаемые зрители Медицинские термины находите, ищите сейчас Это очень легко Это растяжение, разрыв связок коленных Это мениск и все различные проявления артритов коленного сустава Итак, ну это мы вам сказали Западная медицина как больше нам преподносит А как же преподносит нам восточная медицина Все различные проявления ломящих болей Не только ломящих, но и вообще боли И вообще заболевания, связанные с коленным суставом Это диагностика 12 меридианов Почему? Ответ, потому что не только меридиан поджелудочной железы Проходит по нижней количеству и контролирует коленный сустав Пожалуйста, будьте внимательны С этой стороны тоже самое, он парный На правой, на левой стороне Но мы знаем, что если болит вниз, нужно лечить вверх Поэтому здесь состояние терминого обогревателя важно Потому что он контролирует распределение всех энергий В нашем с вами организме И если вы этого не будете учитывать Поверьте, ваша помощь будет очень кратковременная Данная акупунктурная точка И данными знаниями, которые вы получили в этом видео Поэтому диагностика 12 меридианов Обязательно Почему? Потому что нужно дать четкий ответ На вопрос Какие меридианы пребывают у вас Слабости, какие воспаленные Какие порванные Может энергетика перевернутая у вас Может вообще меридиан не работает В нем нет энергии Вот допустим, пришел человек с ломящими боли в коленном суставе Все время жалуется на боли в коленном суставе Мы сделали диагностику отрывной обогреватель Три единицы Три из положенных 30 Хотя бы 27 Хотя бы 27-26 А у него три единицы Представьте себе Как меридиан будет выполнять Если в нем не хватает 99,9 энергии ЦИ Так это мы сказали один А у него меридиан мочевого пузыря 8 единиц Меридиан желчного пузыря 13 единиц Вот считайте, сколько не хватает единиц Для гармонизации этих меридианов Которые простираются по нижним конечностям Вот элементарно просто А если еще взять во внимание общий баланс Который составлял всего лишь навсего 17 единиц При положенных 30 Хотя бы 26 Хотя бы Человек тоже не знает Вот потому мы лечим, лечим коленные суставы Лечим, лечим эту боль Но ни в коем разе не хотим восстанавливать меридианы Которые простираются по нижним конечностям Мало того, что их нужно восстановить в норме Но еще и содержать их в норме Почему? Потому что практически все люди, которые обращаются с ломящими болями Либо болями в коленном суставе Уже обращаются в состоявшиеся хронические заболевания Состоялись они Данным заболеванием не меньше 3 лет А это уже хроническое состояние Если еще учитывать, что болезнь проявляет себя сначала на энергетическом уровне То история болезни не 3 года, а 6 лет, 7 Вот человек приходит и говорит Так 3 года Да нет, милейший, уже не 3, уже 6 Поэтому, уважаемый зритель, помните Затягивать не надо Просто обратите внимание И знайте, в каком состоянии ваши меридианы Потому что диагностика 12 меридианов Обязательно И точка РП3, Тайбай вам в помощь Данная точка поможет При всеразличных первых проявлениях Ломящих боли в коленном суставе И не только Но помните, диагностика 12 меридианов Вам ответит на все вопросы А в каком же состоянии эти меридианы И какие меридианы провоцируют эту боль Либо провоцируют своей слабостью Слабость в коленном суставе Которая вызывает ломящую боль Либо воспаление Которое точно так же может вызвать боль И при воспалительных процессах в коленном суставе Данная точка расслабляется При слабости, вялости Данная точка тонизируется Если вы не знаете, как работать с данной точкой То на месте проявления боли Допустим, в правом коленном суставе Данная точка расслабляется А на левом стороне тонизируется На следующий день нужно сделать наоборот И так вы имеете право с данной точкой Работает два раза в неделю Спасибо за внимание